МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые зрители канала Баланс ТВ. В новогодней студии я, Алексей Сверидов, и наш гость, актер театра кино, тренер личностного роста Максим Житник. Максим, прости, пожалуйста, у нас уже началась программа. Да, да. Придется переходить к основной теме сегодняшнего дня. Итак, новогодняя пора, Максим. Я знаю, что обычные нормальные люди, они как бы разъезжаются, отдыхают. Кто-то у телевизора, кто-то на пляже. А артисты, вот какая у вас жизнь артиста в новогодние дни? Весьма яркая, весьма яркая. Приходится дарить всем новогоднее настроение. Я понял. То есть все отдыхают, а артисты, они наоборот. Они живут в противоположном режиме. Вообще в противоположном. Это то самое время, которое ждет любой артист, чтобы поработать так вдоволь, чтобы оставшуюся часть года, можно сказать, потом отдыхать. Да, мы поэтому очень ценим, что ты смог вырваться к нам. И сейчас время, когда твой отдых и вместо сна ты приехал в студию. Да, так. Да, вот я слышал, как ты подъезжал, звонили колокольчики, упряжка. И ты можешь рассказать, как происходит вот этот процесс, когда ты даришь людям какое-то настроение, подарки? Что ты от этого получаешь сам? Ну, конечно же, зарплаты. Конечно, если опустить момент зарплаты, что тоже есть такое очень хорошее свойство всех этих дел, я получаю состояние удовлетворения, состояние радости, которое я вижу в лицах людей, которые смотрят на меня. Я смотрю на них, они улыбаются, я улыбаюсь. И из-за этого у нас с ними происходит вот этот самый контакт. И я как-то заряжаюсь, и они тоже. И мне очень приятно, что у меня есть на это время силы. И даже несмотря на то, что я здесь уснул за этим столом, все равно я проснулся и готов дальше действовать, всех радовать. То есть вот эта работа, которая в течение, ну скажем, 10 дней, вот этот вот такой период, даже может быть месяц растягивается, на самом деле. То есть он не в тягость, хотя он вот такой выматывающий, да? Но есть в этом своя какая-то... Абсолютно не в тягость. Мне кажется, самое главное, если ты во что-то вкладываешь, нечто такое, знаете, высокое, вот какую-то очень... Такую мысль правильную. Вот мне кажется, то, что если ты даришь людям радость, поднимаешь им настроение и заставляешь их улыбаться чаще, тем самым удлиняя их жизнь. Я думаю, что это отличная миссия. Это можно делать даже несмотря на то, что очень много сил на это уходит. Все равно это здорово, на это всегда есть силы. Друзья, с праздником, с наступающим. Да, вот я как раз об этом хотят сказать, ты меня практически опередил. Да, вот представь, что включает, там, открывает компьютер, не знаю, включает на телевизоре канал Баланс ТВ. И вдруг появляешься ты, вот, и вот... Вот как бы ты сделал в качестве импровизации твое поздравление? У тебя же, может быть, есть какие-то стихи, какие-то слова. И вот раз, и вот я сейчас хлопну, и ты вот, знаешь, как будто вот только включили кадр, и все сидят, всей семьей... А куда, куда? Здесь, здесь, здесь. Смотри туда. Ага, хорошо. Итак, приготовились. Да. Да, собраться тебе дам, подумай, не спеши. Так, ага, приготовились. Друзья, я хочу, чтобы в наступающем году у вас было еще больше любви, вы еще больше собирались всей семьей, вы еще больше общались друг с другом, и у вас было на это время. Конечно, не думайте только о работе, потому что она иногда сильно утомляет, а ваши близкие вас очень-очень заряжают, если вы придете и просто обнимете их. Обнимайтесь чаще, встречайтесь больше, еще больше открытий, больше друзей, больше путешествий, благословений. Вот, все. Ага. Все, все, переключили, сказали. Все, здорово. Давайте посмотрим, может, где-то еще есть такие позитивные ребята. Почему-то привыкли все видеть, может быть, другие характеры, другие персонажи. Друг раз вот такой вот замечательный Дед Мороз в студии Баланс ТВ. Они думают, может быть, все телевидение изменилось в этом году. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, вот какие-то традиции, интересные, забавные традиции, вот есть по всему миру. Там, допустим, в Англии считается, что королева должна встретить Новый год в воздухе. Вот как думаешь, каким образом она это делает? Это такая пошла новогодняя викторина сразу. Ну, она... Я прошу прощения, если наши телезрители смогут отгадать раньше, чем Максим, звоните, пожалуйста, в студию. Телефон мы потом нижней строкой пустим. Так. Ну, она, наверное, будет лететь с собаками в воздухе, в самолете. Ага, такой вариант в воздухе и в самолете с собаками. Отлично. Представь, да, то есть она получается все там «Ура, Новый год!» А ее нет, она в самолете летает с собаками. Так, еще есть вариант? Так, она прыгает с парашюта с собаками. Так, вот что-то уже ближе, ближе. Тут есть какое-то ключевое слово. Так, давай твое творческое воображение. Так, так, то есть на дирижабле. Так, ну уже повторяешься, понимаешь, да, парашют, дирижабль, самолет, уже как бы ты ушел в воздушную систему. На санях, на которых Санта-Клаус летает. Он летает на санях, да. Тут что-то настоящее, реальное такое. Давай в реализм. Хорошо, я подсказываю. В этот момент, можно сказать, что в Москве звучат куранты там. И вот она в эти куранты успевает прямо отметить в воздухе. То есть до этого, до куранта, она, как сказать, как и все люди, там, может быть, за столом, может быть, в этом момент стоит. Но вот именно во время курантов она оказывается в воздухе. Она стоит на чем-то таком, что... Ну, может, на стеклянном полу, я не знаю. Ну, вроде как она в воздухе. Так, еще хороший вариант. Так, ближе, уже очень близко. Голограмма, может быть. Голограмма, так, пентаграмма. Она в воздухе. Анаграмма. Ну, давай. Итак, есть вам... Алло, колфа. Вариант такой, что она забирается на какое-то... На что-то забирается, да? Да. Сейчас таким. Да, да, забирается. На что-то забирается потом во время боя. Что? Она? Как она в воздухе, так кажется? Ну? Ее поднимают к кранам. Правильно, подпрыгивай. Да, вы выиграли 15 конфет от Баланс ТВ. Максим вам их подарит, потому что он проиграл. Ну, что, нормально, нормально. Ты постарался как вариант. В принципе, это живенько получилось. Хорошо. Скажи, пожалуйста, у тебя есть какие-то такие традиции, которые ты своей семьей, может быть, с друзьями... Ну, как-то вот мы ходим там в баню, как из ваш любимого фильма. Довольно простая традиция. Я стараюсь посетить родных и близких, которых в течение года я не посещаю. И, знаете, вот эти все фильмы, которые показываются, вся вот эта атмосфера новогодняя дома, когда мы смотрим это кино, едим вместе, и в этот период очень много получается наконец-то поесть. Ну, вся вот эта атмосфера домашняя, я стараюсь ее вот в эти 10 дней получить. То есть это бабушек всех навестить, друзей, знакомых, вот как-то эту атмосферу прочувствовать. Это такая, знаете, традиция, в ней ничего особенного нет, в баню мы не ходим. Ну, главное, соблюдаешь ценности такие, да? То есть это побыть с родными побольше. Семья, 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 конечно. Получается, на самом деле, провести с семьей побольше времени в эти дни? Да, потому что никто не работает, все вроде... Ну, я слышал, что ты наоборот. Ну, я интегрируюсь в этот весь процесс. Я уставший, но все равно с мешком приезжаю такой «Здравствуйте». И я могу там даже некоторое время отоспаться со своими близкими, родными, пообщаться и потом опять ехать других людей поздравлять. Да, это обязательно. Для того, чтобы эти дни прошли хорошо, нужно посещать своих близких, родных, семью, это точно. И также обнимать их, дарить им самое элементарное тепло, которое мы обычно забываем делать, когда у нас очень-очень много всяких дел. Вот. Скажи, а у нас вот единственный момент, да, когда вот это мы можем все-таки сделать? Он как-то так подбивает, да? На такие вот... Просто в это время мало кто работает. И все отдыхают дома. У некоторых даже вакуум такой происходит. Люди такие приходят домой и понимают, что никуда не нужно бежать, никуда не нужно идти. Просто есть телевизор, есть близкие, еда и все. А вроде надо как-то что-то... И все. И вот эти 10... Иногда, конечно, это превращается в такое, что люди уже хотят выйти на работу. Кто-то хочет уже в данные эти праздники. Они такие длинные. Сколько можно там есть, сколько можно пить. Кстати, к алкоголю плохо я отношусь в этот период. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, что с любимыми передачами? Какие ты вообще смотришь? Программы новогодние что-то вообще есть у тебя? Или телевизор это ты считаешь лучше избегать? Я думаю, все дело в атмосфере. Потому что где-то это уместно. Но я же не приду к бабушке, не выключу. У нее телевизор, который у нее работает. Ты можешь занять бабушку разговором на кухне с чаем, с булочкой. Да, но все-таки там есть вот иногда момент вот этих вот песен, когда она сделает погромче. Я вместе с ней вот так вот посмотрю на своих коллег и скажу, ну здорово. Ладно, давай с тобой пообщаемся. А вот Максимка и ты поешь. А вон кто это там в шапке побежал. Это ты. Молодец. Скажи, самый лучший подарок за все новые года, которые тебе подарили именно в Новый год? Потому что Новый год мы помним с детства. Это что-то такое всегда таинственное. Может быть, это подарок из детства, который тебе запомнился? Хороший вопрос. Я даже не задумывался над этим. В общем, любой Новый год всегда запоминался. Любой Новый год в себе содержал вот эту энергию семьи. Мы никогда не уезжали куда-то. Нет, мы уезжали, да, на Рождество. Уезжали к моей бабушке на юг. И там я переодевался. Тогда все свои артистические способности бабушке показывал. И как-то ее так развлекал. Но вот что, подарок? Мне кажется, подарок, он вот именно в этом. Для меня это тепло семьи, заряд вот этого, этой любви, это и есть подарок. Самый классный. В принципе, каждый год он у меня так получается. Вот. Для меня вот это подарок. То, что нельзя потрогать, да, но то, что можно ощутить. То, что можно сохранить в своем сердце, впечатление навсегда. И на весь год пронести вот так. Хорошо. Как с играми? Вот раньше зимой, я помню, мы с тобой примерно ровесники. Возможно, ты меня постарашь лет на 20. Но мы, как в основном, помню, там, коробка у нас, да, в хоккей поиграть, там, слепить какие-то крепости. Сейчас же, ну, крепости в основном в компьютере лепят. Да. И поэтому, как думаешь, что вот сейчас молодежь можно, на что ей можно сподвигнуть родителям, сказать, давай, иди вот это сделай с друзьями, выйди и это сделай. Вот какие игры могут быть на улице? Командные по-любому. И мне кажется, в этот период как раз это все мы увидим в этом году. Благо сейчас все для этого есть. Катки какие сделали. Вообще, какие площадки для того, чтобы зимой хорошо проводить время, даже не уезжая из города. Очень много мероприятий на Новый год. Главное не сидеть дома, мне кажется, в этот период. Выходить, участвовать во всем. Пробовать в каких-то новых себя действиях. Я не знаю, не умеешь кататься на коньках. Вот как раз сейчас можно научиться. Не умеешь на лыжах, иди на лыжах кататься. То есть очень много всяких действий, активных. Занятий куча. Главное, я говорю, не сидеть и не грустить. Главное не сидеть и не грустить. Просто иногда, может быть, нужна какая-то элементарная подсказка. Ты сказал, главное не сидеть дома, на коньках выйти. Ты умеешь сам на коньках кататься? Да. А катаешься зимой? Я, да. Куда ты обычно ходишь? В парк Ольково, в ДНХ. Два, в принципе, два вот этих парка мне нравятся. Достаточно, да? Да, мне достаточно. Как ты видишь, что с каждым годом может увеличиться посетителей? Конечно, конечно. Огромное количество молодежи, огромное количество взрослых людей, огромное количество пар. Вообще, в принципе, если твое сознание как-то настроено на позитив, ты его везде и видишь. Он, в принципе, везде. И это на самом деле невозможно не замечать, как люди стали больше действительно проводить время, гулять. И им это нравится, это круто, здорово. Я вижу только как бы развитие. А ты любишь зиму вообще? Снег, горы? Да, я люблю зиму, я люблю горы, я люблю кататься, я люблю проводить активно и в то же время медитативное время. То есть это такое время, когда можно... Снежок полепить, так не дать... Можно полепить, можно построить базу, например, можно в ней пожить какое-то время. Занятий куча можно придумать, но мне кажется, надо сочетать активность и в то же время посидеть, попить чаек, погреться, не знаю, там, поспать. Это такое классное сочетание. Так и здорово поспать, когда ты нагулялся, наигрался, пришел такой весь распаренный, и ты имеешь право поспать. Тут уже никто тебя не цемкать. Ну вот как я пришел к вам в студию и так сказать... А ты знаешь, кстати, когда еще первые коньки были произведены? Честно, я не знаю, но считаю, что это классно, когда можно по этой прекрасной глади рассекать их каким-то лезвием, и при этом... А фигурное катание, это ж вообще... Хороший уход от ответа, я понял. Да, да, ну на самом деле голландия там понят, что 16-17-е это вот такие, так сказать, современные уже коньки. Кстати, Петр Первый в России их привез первым. Такая пошла информационная справка. А вот самые первые коньки, они вот как думаешь, вообще вот из чего они были сделаны, это может быть даже подскажет тебе, когда они были сделаны. Ага. Я тебе так аккуратненько подвожу. Ну просто все знают, что такое коньки. Вот когда вообще первые коньки человек додумался? Ну мне кажется, это какие-то скандинавы, может быть, первого раза. Из чего они были сделаны, хорошо? А, нет, может быть какие-нибудь племена. Они были сделаны, наверное, ну лезвие-то по-любому там какое-то было, правильно? Не знаю. Нет. Может... Посылай сигнал, у тебя антенка работает. Может камень какой-то такой заточили. Так. И на дерево с камнем какое-нибудь, нет? Ну как вариант, как вариант, неплохо. Оно было сделано из кости. Из кости? Из кости животного. Какого животного хотя бы скажи? Мамонта. Неправильно. Представляешь, это были бы исключительные коньки, если бы только из мамонта. Потому что мамонта все-таки их трудно добывать. Так, тогда какого-нибудь оленя. Близко, вообще прям близко-близко. Лося. Ну тоже туда же, какого-то еще любишь. Зубра какого-нибудь, я не знаю сейчас. Ну ладно, домашнее животное. Домашнее? Коровы? Нет, не коровы, не коровы. Так, домашнее животное. Свиньи. Ну это для детей может быть, да. На так взрослые коньки. Взрослые коньки. Так, ну я не знаю. Быка. Алло, у нас есть звоночек, извините. Да-да, ваша версия. Домашнее животное. Да-да-да, вот животное, на котором человек использовал его, но вот до тех пор, пока машина не появилась. Да. Сейчас, Максим, есть версия? Я жду там, что скажут. Ай, тут подсказку тебе дали, что пока автомобили не появились, это животное. Лошадь. Аплодисменты в студии. Максим получает 15 конфет. Да? Где они? Ну ладно, потом. Нет, обманываю. 108 конфет от Баланс ТВ. Прекрасно. Итак, пока не распечатывай, будем после эфира кушать. Хорошо, а скажи мне, значит, мы выяснили с тобой много интересных вещей. Вот представь, что пришли к тебе друзья. Пришли к тебе друзья совершенно разные. Там, кто-то из школы, кто-то из института, кто-то из твоего театра, я не знаю, там, с кино. Они разные. Абсолютно. И вот набилась там компания человек 20. Вот чем вы займетесь? Чем ты их займешь у себя дома? Потому что этот вопрос, люди сейчас как бы ушли, как бы не знают, чем им надо заняться, вот как на улице, так и дома в том числе. Вот ты, что предложишь как творческая личность? Сто процентов мы займемся играми, которые позволят нам больше общаться, больше раскрываться. Подскажи нам, что это за игры. Это правильно? Ну, всякие там крокодилы какие-нибудь, шарады, как-то вот. Ну, их очень много всяких игр, настольные игры, где нужно много взаимодействовать друг с другом. Это есть такая игра, там нужно человеку слово объяснить за время. По-моему, она называется «Элиас». Там нужно человеку за время объяснить определенный список слов. Вот, и это очень классно, когда люди незнакомые совершенно встречаются, и в это время, как они пытаются объяснить друг другу, они, ну, это очень смешно наблюдать. Давай сейчас сыграем, смотри, ты любое слово, которое касается нашего эфира, выбирай все, что тебе нравится, что на твой взгляд подходит. Нашел слово? Нашел. Так, теперь попробуй нам, со зрителями, его так объяснить, чтобы мы поняли, и прозвенел звонок в студию, и мы отгадали. Орешки маленькие. Подожди, зачем ты рассказал? Нет, это слово, я еще не сказал. Слово не говори, ты нам должен показать. Ну, оно здесь есть на столе. Ты можешь, ты можешь, ну как бы. Это не орешки маленькие, но просто в этом, в этом. Начинай, начинай, как крокодил, начинай, давай. Вот я смотрю, я и зрители, мы вот отсюда все на тебя смотрим, ты можешь смотреть, так, я понял. Ну, что, слово елка, что ли? Ага, это уже интереснее, это уже лучше, чем он, колючий, фонарик у него, гирлянда, звездочка, шарики елочные, игрушки, шишка. Шишка? Шишка самая простая взял, да. Но все равно. Ну, в принципе, да. Алло, вы тоже догадались? Спасибо. Наш зритель тоже догадались, очень приятно. Это постоянно один и тот же зритель звонит, какой-то прямо эрудит, нужно его позвать. Это разные, разные, голоса-то разные, ты же просто-просто не слышишь, у меня там звонил на чат девушка, потом малой человек, а сейчас тут совсем пожилой мужчина. А у вас в руке гарнитура? Честно, в каком веке живешь, Максим? Подождите, а вы, ты сам, ты в каком театре, прости, работаешь, в доисторическом? Слушайте, как удобно, вот так нажимаешь, да, бабуля. Да, класс. Так, все уже давно, технологии идут, ты не знал, что в этом году все театры переходят на открытое пространство? Да я даже не знаю, что коньки из лошади делаются, а у меня технологии, я такой, знаете, это, ах, я сплю-то за столом на студии. Я понял, скажи, что твоя новогодняя гирлянда означает? Это не гирлянда, это, 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 я так скажу, чтобы было понятнее, это вещь, которая для меня дорога, которая дает мне силу и которая мне напоминает о важности каких-то вещей в жизни, которые я стараюсь делать. А такие вещи ведь называют тоже гирляндами в хорошем смысле, я не пытаюсь там сказать, что это. Ну, а такие? Я слышу, что там, ну, говорят, что гирлянду там уточить, нет? Сейчас те, кто так же носит гирлянды, наверное, это, ммм, да, гирлянды у нас, конечно. Ну, хорошо, хорошо. Скажем. Ну, еще иногда называют Рудракшу, которую я ношу, иногда люди несведущие говорят про то, что я ношу Несквик. Знаете, завтраки Несквик такие шоколадные, вот и почему ты на шее носишь завтрак Несквик. Ну, вот видишь, есть ассоциативный ряд, который ты вызываешь у людей, я так просто подумал, что чтобы наши зрители... Я обычно отвечаю, я люблю завтрак, и вообще Несквик классный завтрак, и я вот люблю его носить. Напоминаю все... Тебе пошло опять продукт-плейсмент, хорошо. Скажи, а вот если бы ты как режиссер, ну, или актер, который совместно с режиссером, там, придумали снять фильм, про что бы ты хотел снять фильм, который вот мог бы нести вот это настроение новогоднее? Ну, я уже здесь до этого сказал то, что я считаю, самой главной ценностью в эти праздники — это семья, посещение родных, близких. То бы снял бы фильм о семье, о посещении близких, о том, как семья, наконец-то, встречается в раз в Новый год. Да, 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 конечно, и как они перестают быть такими важными, и все-таки растворяются в этой всей энергии, там и дети, и старики, и взрослые, то есть все как-то вот так, чтобы человек вышел из кинотеатра, да, и у него что-то осталось внутри, он захотел прийти домой, позвать родных, близких, и сам бы все это организовал, то есть что-то должно такое остаться в сердце человека, чтобы он потом захотел это сделать, вот. Замечательно. Если ты идешь по улице вот эти новогодние дни, и незнакомые люди идут, ты поздравляешь с праздником? Бывает, да, конечно. Это так прикольно, потому что люди идут, и у них состояние, в принципе, в Новый год все это адекватно воспринимают, а вот в обычной жизни, там, чтобы человек, там, как-то вот... Вы такой классный, здравствуйте, вы такой замечательный, он такой, что, типа, и у него такой слом парадигмы в голове, он не понимает, что, да ты нормальный вообще человек, а потом, вроде, когда улыбается, видит то, что искренне, да, и в нем что-то такое, прям, да, ну, что это я так, это... Ну, да, да, да. Все-таки человек ко мне с добром пришел, а я, наверное, тоже улыбнусь, вот. Поэтому, конечно, это все нужно делать и поздравлять людей на улице, если ты искренне, если это в сердце идет, why not, вперед. Ну что, спасибо тебе большое, что пришел к нам в студию, мы не будем тебя задерживать, мы хотим дать тебе тоже возможность выспаться, набраться сил, начать новое. Мы рады тебя очень видеть. Я тоже вас рад видеть. Что бы ты, может, хотел пожелать нашим телезрителям, хотя ты уже желал, но, может быть, сейчас уже, как вот так, уже что-то ты еще подготовил, может, пару слов. Ну, я так понимаю то, что вы все, конечно, развиваетесь, дорогие мои друзья, это прекрасно, потому что этому миру требуется то, что вы делаете, и вы это делаете с собой, продолжайте развивать себя, и через вас этот мир будет получать эту классную энергию, которая нам всем нужна обязательно. И я поддерживаю это, я с вами, и если что, зовите, я приду и заставлю вас улыбаться. Вот. Заставлю улыбаться. Догоню и причиню добро, да? Да, догоню и причиню добро, ладно. Спасибо, Максим, спасибо. Все. Ну что, это был новогодний эфир канала Баланс ТВ, смотрите наши программы на нашем сайте балансдефисттв.ру. С вами был я, Алексей Сверидов, всего доброго, счастья вам в этом наступающем, наступившем новом году. Редактор субтитров А.Семкин